Аллея славы воинов-интернационалистов, два стадионы и веселярная база. У Житковичах День незалежности отзначили открытием новых объектов. На связи у районным центры побывали наши корреспонденты. Официйное отделение повеслований на Байдарках и Кануэ у Житковичской детячей юнацкой спортивной школы открыли летость. И навыд набрали на его каля 50 человек. Правда, занятки имели больше территычную накерованность. А мальгоц потребился для того, чтобы собрать каля 60 тысяч рублей и побудовать базу. Допамагали усе профсоюзные организации, знакомитые земляки, которые примали удел у мероприемства года малой родимы, мясовые жахары. Для реализации запланованного провели некольки субботников. Объединение профсоюзов перечислили деньги. Проведены субботники. У нас случай есть. Сегодня парень был награжден, а ребенок занимается греблей у нас. Его отец отработал, я думаю, дней 20 безвозмездно на строительство нашей базы. У расиста прием ветерану концерты аматорских коллективов, выставы, показальные выступления, тематичные пляцовки и аллеи здоровья. Святочная программа у житковичах протягивается весь день. Подставы провести свято у добром настрою есть. У районе реализуется шерох проектов, что дозволяет пополнить бюджет и створить новые прационные месяцы. На Туровском молочном комбинате увели у эксплуатацию новую линию. У отповедности с доручением президента у самих житковичах открыли вытворчасть по ремонте руховиков. А прожатого подчас работы Гомельского экономического форума житковичане подписали договор с австрийской компанией об суместной распроцовце за льжоу белой глины. Полезное ископаемое сегодня позволяет нам обеспечить Республику Беларусь сырьем для бумажной отрасли, для производства керамики и так далее. Это единственное будет в Республике Беларусь – производство белой глины. У Рашиста и 6-й поголовный в улице Житковичев свой особливый агляд досягнения у района. Разом с простовниками организации и органов Улады у делу связи принимают и гоноровые гости. Наместник старшиней Федеральной национально-культурной аутономии беларусов у России Оксана Солопова у Житковичах неупершиню. Кажет, что заусю дотекавится справами своей малорадимы и имкнется заховывать ее традиции у Российской Федерации. Всего в Российской Федерации почти 100 подобных организаций и автономии, и других объединений беларусов. Это очень мощная, очень инициативная структура, которая занимается в рамках своей уставной деятельности сохранением и развитием беларусской культуры, национальной культуры, беларусского языка, беларусских традиций, популяризации беларусских традиций. Ну и в рамках своей очень активной общественной деятельности эта организация взаимодействует с Республикой Беларусь. Всю летнее святкование Дня Незалежности Жихарам Житковича заполнится открытием некольких спортивных объектов и аллеи славы воинам-интернационалистов. За шесть войны в Афганистане загинули 14 жихаров района. Нарадзими об их памятают. У самих Житковичах некольких годов тому попадавали каплицу у память об подвигу земляков. Сегодня к аллее открыли аллею с фотосдымками загинулших. Организация такая, я вообще возглавляю ее с 87-го года, бессменно. И за эти годы сделано, конечно, большое. Мы и открыты, видите, в центре города и памятник, и мемориальные доски открыты всем, где возможно было, если было возможно на улице, где жили, на той улице, на доме, где жили. Переименовали улицы тоже, где было возможно старые переименовали, где такой возможности не было, новые улицы в городе открыли. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадио компания «Гомель» с Житковичау.